Добрый день, друзья! Сегодня у нас будет десерт, который я никогда не готовил, не умею готовить, не знаю как его готовить, из чего он состоит, но с нами руководящий и направляющий роль партии, которую сегодня исполнит Светлана Ринатовна, у которой большой опыт и у которой гарантированное качество. Честное слово, я сам пробовал много раз, вот сегодня она обещала с нами поделиться своими знаниями, но сама она предпочла остаться за кадром, вы услышите только голос, вот, ну что нам делать, как это, как не может быть, автора в студию кричат зрители, ну что делать-то, ну что вы так говорили, а Светлане Ринатовне свои знания передала моя бабушка, которая была кондитером, ну и здесь на опыт тоже милый большой, и вот сегодня мы повторим эту передачу знаний из уст в уста, как в народных булинах, понимать ли, но только посвященных заварным пирожным, вернее в конце концов получится не заварные пирожные, которые мы не будем начинять, это будет тот, который в магазине продается под названием лень, то есть заварные пирожные, обмакнутые, обмакнутые, обмаченные, сметану, взбитую с сахаром, в общем, ну в общем это не важно как называется, но это вкусно, вот, ну что мне делать, зачнем, и что с ними делать, вот, масло, берем 2 по 150 пирожок, так, ну просто возьмем 150 граммов масла, слышали, неважно какая последовательность жидкости и масла, ну главное, чтоб пропорции были соблюдены, 150 это вот, а если это у вас есть, а то клуб без весов, оооо, ребята, повторять бессмысленно, ну в общем, ну взяли мы 150, дальше что, кладем в кастрюльку, вот, да, чпок, нет, это не много, я взбьюсь, так вот, видите, там было чуть-чуть даже меньше, в общем, на глаз, бабушка, все делала на глаз, как говорила бабушка, стакан, значит, воды, а она не будет делать полстакана молока и полстакана воду, полстакана молока, молоко, а пол какого стакана, любого, нет, 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 лучше взять где 200 грамм, нет, 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 это много, подожди, полстакана 200 граммов, это 100 грамм, то есть нам надо с вами, у нас же есть весы, мы с вами возьмем 100 граммов молока, опачки, о, будем здоровы, так, выливаем туда, выливаем в кастрюльку, теперь вода, тоже 150, почему 150, а сколько, 100, тоже, пардон, я потом напишу, не будете, стоп, так, дальше, ну, и все, слышали, ставим на газ, доводим до кипения, вот, и тут масло, все разлегчится, разжижнется, а сахар, можно добавить сахара, я так понимаю, при выпечке сахар даст немножко более насыщенный цвет у корочки, то есть он будет такая, не светло-желтая, допустим, или желтая, а такая костневатая, чем больше сахара, тем более оттенок, ну, что ж, варим, идите, вот так, поменьше, поменьше, и варим, а потом 200 граммов, нужно быть сразу заваривать, можно 200, 300, мне кажется, неудобно будет в этой миске, потому что тебе высыпать неудобно, да ладно, высыплю, так, мука, лучше марку, мука, лучше марку, это не реклама, это жизненный опыт, бабушка сделала, да, она прикольно, так говорила, она говорила, сейф, ловую ложку с вейхом, еще она говорила, эссентия и революция, что звучало очень мягко и прикольно, так, жижка наша готовится, и что теперь надо будет высыпать муку туда, как закипит, нужно сразу же высыпать муку, догадались, почему тесто называется заваривать, потому что мы завариваем, муку, давай, намедленно раз поставишь, ты будешь перемешивать, и на различные для тех пор, пока мука не заварится, ну, не так и на различном, чтобы все вылетало из кострили, так надо газ побольше, так быстрее, кто очень сладкого хочется, расставки мне не показывает, будем это не интересно, как это, люди должны видеть, как нужно мешать, что еще надо, соль туда не кладут, надо, я забыла, вот, соль, если маргарин, если, то не надо, то не надо, мы делаем со сливочным маслом, а мы делаем с маслом, поэтому, и сколько соли, эконом, прям, делать с маргарином, поняли, эконом с маргарином, но с маслом вкуснее, вот, смотри, вот, видите, это многовато, кладите половину, ну, короче, щепоточку, так, жижка наша закипела, высыпаем туда муку, ну, как хорошо, так энергично, теперь перемешиваем, вот так вот перемешиваем, видите, чтобы заваривалась энергично, вот так вот, завариваем тут, много чего этого, вилки удобнее, поняли, не повторяйте мой опыт, его практически не видно, но он горит, снимать нельзя, ну, прилипает постепенно, вот как только тесто начнет прилипать полу кастрюли, ну, то, похоже, надо снимать, да, сейчас мастер посмотрит, вот, заснул, комочков нету, ну, бабушка говорила, как заварилась, минуту две еще подержать, хочешь сказать, бабушка не специалист, нет, ну, она просто об этом говорит, вот, видите, на донышке есть такая вот уже, вот, видите, прилипает, вот это значит, надо снимать, все, сняли, остужаем, 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 остужаем до какого, чтобы яйцо не заводилось, вот, значит, как только эта масса станет теплой, мы будем добавлять яйца, остынет, простите, ну, что, тесто у нас достаточно остыло, теперь будем добавлять яйца, количество яиц, подбирается опытным путем, то есть, сначала ставится очень много опытов, знаете, как и опыт, сын ошибок трудных, и денег, парадоксов, вдруг, в общем, печем, выкидываем печем, выкидываем печем, а потом бах, и получилось, вот такие опыты, ну, что, кокнем яйцо, яйца целиком, не желтки я делю, там, белки, нет, яйцо целиком, ок, не меньше четырех, не, 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 не сразу по одному яйцу, по одному, понимаешь, велено миксером, мне все равно, ты скажи, как правильно, ну, давай, будем, в общем, вот миксер, и вмешиваем туда, вмешиваем, вмешиваем, может, лучше зелкой, знаете, я, вообще, сторонник этих, ну, механических, у нас же есть кухонный комбайн, сначала, вот, кстати, нет, вмешивается, знаете, ничего уже, вмешалось, яйцо вмешалось, бьем туда второе, процесс аналогичный предыдущему, довольно липкая, вязкая смесь получается, ну, ты что, миксер ее не перевертит, надо было все-таки с кухонным комбайном, ничего не могу, зря покупали, что-то, тащи, третий пошел, так, может, и четвертый сразу, вы знаете, лучше вилкой, я вам скажу так, вилка мельче, и перемешиваться будет, может, вилка, ложка лопаткой, вот, слышали, да, вот, эксперименты, как мне, так, лопаточкой, как сама, так, миксером, еще неизвестно, что у нас получится, потом скажут, это так у вас получилось, потому что вы не миксером делали, лопаточкой, о, вилка, это гораздо лучше, да, кладем четвертое яйцо, вот, значит, главный секрет, как определить достаточно яиц, тесто должно тянуться, тянуться к знаниям, к свету, к солнцу, за вилкой, изображая миксер, да, звездка какой, смотрите, тянется или нет, сейчас нам скажут, что одно яйцо было лишнее, надо его оттуда вынуть, дотянешься, смотри, четыре, смотри, нет, можно добавить еще одно, ну, в принципе, нужно, решительным голосом нам сказали еще одно, добавляет полу яйца, четверть яйца, окей, не мельчить не будем, сходу яйца, можно еще добавить, ну, вы поняли, можно еще, а можно и не еще, можно и не добавить, что получится, никто не знает, может, нельзя быстро мешать, вообще, говорить не нужно, потому что, вроде как, куда не попадал, в тесто, ну, да, чтобы, не миксер, ну, у тебя сейчас, вот, не, хорошая консистенция, сейчас она перемешается, как раз, вот, после поедания, мы же все равно скажем вам, что получилось вот так вот, отлично, вкуснее не едали никогда, ну, вот, сейчас вот такая хорошая консистенция, вот, видите, вот, когда такой соплей будет висеть, значит, хорошо, вот, видите, 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 вот оно, отлично, иди пять яиц, кстати, о яйцах, почему еще всегда, вот, как бы, говорят, что нужно класть яйца, и смотреть на вязкость теста, потому что яйца все берут разные, как я вам уже говорил, яйца бывают, есть два, есть один, есть ноль, то есть, вот сейчас мы клали пять самых больших яиц, то есть, СО, отборные, если вы будете класть яйца С1, соответственно, у вас уйдет не пять, а может быть, шесть или даже семь яиц, поэтому я вам показал, до какой стадии вязкости теста нужно добавлять яйца, ну, собственно, на этом тесто можно считать готовым, дальше начинается скульптурной работой по выдавливанию теста из мешка на лист, духовку, кстати говоря, мы уже включили, духовка разогревается, пирожные выпекаются при температуре 200 градусов до полной готовности, готовность определяется по цвету пирожных, но желательно не открывать духовку первые 20 минут выпечки, а пекутся они порядка 40 минут, не меньше, сейчас мы засечем и скажем вам точно, ну, все, пока, до отсадки пирожных, итак, снабдили меня тут, видите, ходительским мешком, фирмячим, очень хорошим, вот с такой насадкой, видите, для красоты, чтобы вот всякие буррунчики были на поверхности, теперь надо тесто наше выложить в этот мешок, в мойку, ну и, ослабясь, вот, липкая она какая, вы знаете, по телевизору показывали, что пирожные заваженные, можно еще отсаживать из пакета маечки, если отрезать у него носик, я вам об этом, по-моему, уже рассказывал, ну, учтите чужой опыт, все-таки лучше иметь кондитерский мешок, тщательно выскребаем кастрюльку, не оставляя будущих пирожных на стенках, течет и не вытечет, так это можете в мойку убирать, половинок у меня как-то появился, сдавливаем все вниз, насколько я понимаю, лучше, наверное, вот так, еще лучше расправить, не бойтесь, все нормально, у нас этого никто не замечает, вот, вот так вот, до появления, опа, все, ну что, дальше берем лист, лист намазываем тонким словом растительного масла, вот, видите, вот так вот, берем шприц, и отсаживаем наши пирожные, сверху, маленькими, маленькими собельками, профессионалы, отсадка, смотрите, может быть, может быть, отсадка, может высадка, вот, видите, как правильно, нам так закручивать, и тогда они отваливаются, и получаются маленькие, как для торта, пусть они должны быть небольшого размера на торт, ну как профитроли, для начинки потом, икрой, черной, красной, белой, кончики можно пальцем, кончики можно пальцем придавливать, ну вообще, насадку можно любую использовать, круглую, не такую, много, звенчатую, скажем, или как-то вот, даже, наверное, не стоит такую использовать, видите, и не надо сильно намазывать лист маслом, тогда они не будут соскальзывать, лучше использовать пекарскую бумагу, или кальку, или пергамент, а надо, знаете, что попробовать, надо попробовать силиконовый коврик, может быть, на нем будет хорошо, прилипать точно не будет, а вот отсаживаться, при отсадке, скользить они не будут, в общем, это первый вариант, это же мы делаем торт лель, поэтому тут нам форма совершенно не важна, а вот когда мы будем делать эклеры, вот тогда мы уточним детали отсадки, главное, чтобы было вкусно, понимаете, ну и же для себя, не идет, не идет, тесто не идет, уже все, потому что оно кончилось, бимпочка осталась маленькая, ну все, вот видите, сейчас мы достанем первую отсадку, и вы увидите результат, что давай покажем, я не знаю, ну вот, зацените, понимаете, были проблемы с отсадкой, да, возможно, но, все прекрасно пропеклось, цвет просто идеальный, я считаю, понимаете, тесто у нас, персик, форма, ну что же сказать, для Лели, конечно, они крупноваты, а вот под крем, например, для припирожных, это самое то, я считаю, прекрасно получилось, отлепляются они и без масла, мне кажется, нормально, потому что в составе теста довольно много масла, ну, давайте дождемся вторую отсадку, посмотрим, аккуратнее получилось, или нет, пока все, ну что, достаем вторую порцию, вот это яички получились, зацените, вот, вот именно такого размера, они должны быть для торта Лель, вот, самый тот размерчик, правда, смотрите, здесь маслом было намазано поменьше, поэтому они немного у нас прилили, можно дать не полежать, либо, поддеть, ой, деть лопат, и ножом, давайте, ножом, просто немного, добавим с места и нормалек, все окей, пусть остывают, а потом мы покажем, я покажу, под чутким руководством, как взбивать медсметану с сахаром, и обмакивать пирожные в этот крем, до встречи, ну что, фаза предпоследняя, взбивание крема, для крема нам понадобится, сметана, вот это большой пакет, 500 граммовый, короче говоря, либо два маленьких, на два маленьких пакета, или на один большой, идет 200 граммов сахара, все это дело просто скрываем, выливаем в миску, вот так вот, высыпаем сахар, что-то многовато сахара, частями, не так, как я сделал, нет, запомните, точно не так, как я сделал, частями вовсе даже, еще у меня есть куча ароматизаторов всяких, вот смотрите, есть, мне дети подарили, есть такой магазин, две морковки, они мне подарили, как это называется, сертификат, вот я там набрал всякой фигни, вот есть у меня, кофейный экстракт, давайте мы его, а, ну ладно, лучше взбить, говорят, а так хотелось добавить, ну давай-ка, ладно, рискнем, посмотрим, что получится, густело и увеличилось в объеме, теперь мы добавим ароматизатор, ну давайте не кофе, это слишком просто, добавим дыньку, вот немножко, 10 капель, чувствуется, теперь, наш пирожный, что рукави, прям, да, Свет, вот так вот, говорят, вилочкой лучше, вот так вот, вилочкой, по-культурному, не абы как, вот, и не надо облизывать пальцы, после каждого пирожного, так вот, макнули, вожли, надо, поставим, двумя, вилочками, одно и не справится, одно и не будем обмакивать, второй, вот так вот снимать, и складывать, по-культурному, все должно быть, по-культурному, не так, ну простите, чего вы, первый раз я, сноровки у меня нету, давайте я руками буду, нафиг это все, интеллигенщина, понимаешь, все по-культурному подавай, вот так вот, макаем целиком, небось, я же, не разломал, торт-люрек называется, что-то как-то мне, извините, лёлик, точно, лёлик, помните, лёлика, вот, наверное, на кондитерской фабрике, то так же, вот, руками, вот так вот, шлёп их туда, шлёп, потом достали, пальцы облезали, снова шлёп, сейчас, мне тут, взгляд, конструкцию поправить, подпереть, чтобы это не получилось, пизанская башня, у нас, оле, куда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, нет, нет, сейчас посмотрел, тут на конструкцию, где, ну, я тут залью, подумаешь, некрасиво, ну, кремцы, чуть-чуть, там, не хватило, ой, сложно слушать, и так, всё, хаотично, здесь, ой, круглые, скользкие, о, вот так вот, вот оно, и тут осталось, маленькая, многости, автора, автор, пожалуйста, вот, остатками, ммм, крема, не еда, вкусно, да, дымикат, освежает, она такая вот, ну, просто приторная такая, стимичная сметанка, ну, и это вот, всё сейчас, вот так вот, вот так вот, так вот, сдобрим всё, сметанкой, где-то у нас тут была, лопаточка, или ложечка, нам бы хорошо бы, вот, нашёл, и поравномернее, всё это дело, распределим, нет слов, нет слов, слушайте, красота неописуемая, как сугроб красивый, что-то среднее между сугробом, и снеговым, снеговиком, но это можно, мм, мм, облезать, края вам обтирать не буду, ну, вот, то, что получилось, видите, очень даже достойно, для того, чтобы он достиг зрелости, его надо немножко подержать, сколько он должен пропитываться, пока не захочется, то есть, в принципе, можно есть и сразу, непропитанным, но всё-таки, я советую, как бы, чтобы корочка, которая, такая слегка подсушенная, с хрустящего, пирожных, пропиталась кремом, будет гораздо нежнее, и сам крем, часть влаги отдаст в тесто, и станет немного гуще, поэтому, ну, насколько у вас терпения хватит, хотя бы часик, хотя бы часик, воспитывайте в себе силу воли, вот, собственно, и всё, приятного аппетита, сладкой вам жизни, прощаюсь сушнём. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok